Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня я представляю вашему вниманию лекцию по теме дегустация кофе по дисциплине сенсорная оценка качества пищевых производств. Сегодня рассмотрим следующие вопросы. Первое это классификация кофе, второе фальсификация кофе и третье подготовка к дегустации. Натуральный кофе это популярное и любимое населением разных стран тонизирующий напиток. Его ценность обусловлена наличием в нем алкалоида кофеина, ароматических веществ и хлорогеновой кислоты. Специалисты-дегустаторы кофе перерабатывающих заводов это ключевые фигуры производства. Собственные марки кофе создаются производителями прежде всего путем смешивания различных сортов. Цель их работы создать путем подбора различных сортов кофе из различных уголков земного шара смесь с максимально выраженными вкусоароматическими характеристиками, которые при этом должны быть стандартными, то есть повторяющимися из года в год. Пищевая промышленность мира вооружена высокопроизводительной техникой, позволяет получить большие объемы продукции, контролировать технологические процессы. Лабораторные исследования могут установить химико-аналитическим путем содержания в них тех или иных компонентов продукции. Однако никакая техника не может заменить человека при определении качества вкуса. Для каждого человека существует свойственное лишь ему одному представление о вкусе и аромате. Сложно оценить кофе из разных стран, полученный в различных климатических зонах, на различных высотах, над уровнем моря и на разных почвах. Кофе восприимчив к превратностям погоды и к тому же, как ухаживали за деревом, как собирали ягоды, как обрабатывали зерна, как их хранили и перевозили. Кроме того, сорта кофе смешивают в самых различных пропорциях и обжаривают в совершенно разных режимах. Вот почему даже из зюрин кофе одной и той же плантации можно приготовить напитки, совершенно не похожие по вкусу. Поэтому оценить достоинство того или иного сорта кофе можно только субъективно. На сегодняшний день выделяют следующие сорта кофе. Это основные группы. Колумбийский кофе. Это у такого кофе очень яркий аромат, но мягкий вкус. Гватемальское кофе. Это кофе очень крепкое и аромат очень тонкий. Костовиканский кофе имеет немного кисловатый вкус и с ярко выраженным ароматом. Гондурасский кофе. Это не сильно крепкое кофе с винным вкусом и мягким ароматом. Индийский черри. Очень приятный и нежный вкус и мягкий аромат имеет. Кенийский кофе. Это кофе с ярко выраженным ароматом, но немного кисловатым вкусом. Йеменский худейда. Имеет слегка хлебный вкус с четко выраженным ароматом. Бразильский кофе. Имеет слабый аромат и горьковатый вкус. Вьетнамский робуста. Горький, со слабым вкусом и тонким ароматом. В кофе содержится около 1200 химических компонентов, из которых 800 это только ароматические соединения, которые отвечают за его вкус. И содержание кофеина в кофе достигает 1500 мегаграмм в литре. Существует также другая классификация в зависимости от степени обжаривания. Поэтому различают слабо обжаренный кофе, средне обжаренный, сильно обжаренный. Слабо обжаренный кофе это легкий, новоанглийский, имеет кисловатый вкус и используется, применяется для зерен с мягким вкусом. Средне обжаренные это умеренные, то есть венские. Зерна здесь имеют более темный цвет и маслянистую поверхность и являются обычной степенью обжаривания. Сильно обжаривание это темный, французская жарка называется второй степени, континентальный. Цвет зерна варьируется от темно-коричневого до черно-коричневого и даже производит впечатление паленого. Во вкусе доминирует горчинка. Высшая степень обжарки это итальянский называется, то есть экстремальный. Зерна черного цвета на грани обугливания. Натурально растворимый кофе это высушенный до порошкообразного состояния водный экстракт натурального кофе, который растворяется в воде без остатка. Натуральный кофе растворимый порошкообразный это мелкодисперсный порошок, который получают путем распылительной сушки. Натуральный кофе растворимый гранулированный это хрупкие агломерированные частицы с полистой структурой. При этом мелкие частицы кофе соединяются в более крупные агломераты, которые сушат повторно. Натуральный кофе растворимый, сублимированный, то есть кристаллический фриз драй, это полученный путем замораживания жидкого кофейного экстракта, который раздроблен в виде кристаллов и затем который сушится методом сублимации. На сегодняшний день у дегустаторов кофе, дегустаторы кофе работают вот с такой классификацией. Это классификация вкусов и ароматов. Тут по всем видам, по всем видам есть вот такой цветовой гамме определяют вкус и запах аромата кофе. В международной торговле используются в основном зеленые кофейные зерна. Это связано с тем, что зеленое кофейное зерно может храниться дольше обжаренного и тем более молотого. На сегодняшний день не существует универсальной системы градации кофейных зерен. Каждая страна-производитель пользуется своей системой определения сортности кофе. Вот как на рисунке вы видите, виды кофе от зеленых до темно-черных, которые имеют почти обогленный вид. Вот это вот одна из видов классификаций унифицированных, которые пользуются, одна из простейших классификаций, которые пользуются дегустаторы кофе для определения вида кофе. Проверка на подлинность. При проведении экспертизы подлинности кофе могут возникать следующие цели исследования. Это, во-первых, идентификация вида кофе, в частности, арабика, робуста, идентификация места произрастания кофе, идентификация сорта кофе, способы фальсификации кофе и методы их обнаружения. При проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида кофе, эксперт должен определить для себя, прежде всего, круг решаемых задач, а также методов, которыми он располагает и методиками, которые он знает в совершенстве. Кофе арабика имеет следующие идентификационные отличия от робусты. Во-первых, отличается вид зерна, у кофе робусты он удлиненный, размеры зерна и меньшее содержание белковых веществ и козерина в своем химическом составе. Для идентификации места и произрастания или порта вывоза кофе используют органалитические показатели качества. В органалитические показатели входят внешний вид, окраска, состояние поверхности, которые характерны для того или иного региона произрастания кофе. В Казахстане же закупают на мировом рынке американские, азиатские и африканские виды кофе. Одним из важных вопросов является выявление фальсификации кофе путем дегустации. Натуральный кофе в зернах подделывает путем изготовления искусственных зерен из глины, крахмала и даже пластмассы. Их подкрашивают различными красителями, искусственные зерна добавляют к натуральным или полностью заменяют их. Современный способ фальсификации кофе состоит в том, что для поедания жареным кофейным зернам в блестящие поверхности добавляют при жарке небольшое количество сливочного масла или маргарина. Молотый натуральный кофе целиком или частично заменяют размолотыми зернами ржи, риса, гороха, фасоли, поджаренные моркови и орехи, каштаны, желудеи, а также махорка, которая легко обнаруживается. Гораздо труднее обнаружить примесь или полную замену натурального кофе цикориям или кофейной гущей, выпущенной после однократного заваривания кофе или поджаренной. Растворимый натуральный кофе фальсифицируется дегустаторами также путем добавления высушенного кофейного экстрата из зерновых культур или желудей. Также в сырье могут добавлять солод, инжир, цикорий, жженый сахар, карамелизаты, оболочки кофейного зерен. В примеси же заменители кофе снижают прозрачность настоек, придают ему более темный и насыщенный цвет. Добавку цикория в молотом виде можно обнаружить путем оценивания вкуса и цвета после заливки холодной водой. Присутствие цикория будет изменять цвет воды, то есть будут выражены коричневые и вкус будет горький. Натуральный кофе почти не изменяет цвета холодной воды и не будет придавать ему горький вкус. Подмена высококачественного кофе, если говорить далее о фальсификации кофе, подмена высококачественного кофе в зернах низкокачественным также достаточно легко определяется, так как высококачественные сорта кофе, например арабика, имеют значительно большие размеры зерна. Иногда за кофе высшего сорта выдаются кофейные зерна разных размеров и окраски, что указывает на имеющееся смешивание отходов кофейного производства, что недопустимо. Так как обязательно должно реализовываться кофе одной партией, который состоит из одного сорта и одной степени обжарки. Подмена молотого или растворимого кофе различными кофе-заменителями. Это метод обнаружения органологическим способом. Это оценка вкуса, аромата, цвета экстракта. При этом необходимо обращать внимание на наличие грубого вкуса и слабого кофейного аромата, через черт темного или наоборот слабого цвета настоя, его прозрачность и модность. Для натурального кофе характерно сочетание трех вкусовых ощущений. Это кислый, горький и терпкий вкус. У кофе-заменителей, как правило, имеется только одно вкусовое ощущение – это горечь. Вместо кофейной гуще, состоящей из отдельных частиц кофе, которые легко отделяются друг от друга, у кофе-заменителей гуще имеет желеобразную консистенцию, частицы которого связаны друг с другом, другой слизией. При растворении молотого кофе в холодной воде, частицы кофе, содержащие углекислый газ, долго плавают сверху, а частицы кофе-заменителей легко, быстро оседают на дно. Также, помимо органолитических методов, существуют и физико-химические методы, отсутствие содержания кофеина, это отсутствие содержания кофеина, положительная реакция с иодом, синие окрашивание и микроскопирование частиц. Следующий вопрос, это подготовка к дегустации кофе. Кофе натуральные в зернах размалывают до крупности помола, через ситок, проходом номер один, не менее 80%. На лабораторных весах общего назначения с погрешностью взвешивания не более 0,1 грамм, либо на других весах, электронных или аналитических, отвешивают 7 грамм кофе на 100 мл воды для дегустации натурального жареного кофе, зернах и молотого, в том числе ароматизированного. 2,5 грамма кофе на 100 мл воды для дегустации натурального растворимого кофе, 3,5 грамма кофе на 150 мл воды или согласно способу применения, указанного на этикетке, для дегустации кофейных напитков. Взвешенный кофе или кофейные напитки помещают в специальную дегустационную посуду, это фарфоровые чашки. Посуда должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха, не иметь трещин и царапин. При подаче дегустатору образцы обязательно должны зашифровываться. Вот на этих рисунках вы видите подачу на дегустацию, подготовку, подают зашифрованные образцы. Обратите внимание, чашки все должны быть одинакового цвета, то есть в основном используется посуда белого цвета и посуда должна быть одинакового размера. Подготовленные образцы все закодированы, зашифрованы. При дегустации натурального жареного кофе воду доводят до кипения. Предварительно нагретым стаканом или цилиндром отмеряется требуемый объем воды и вливают в чашку с молотым кофе. Дегустационную чашку необходимо прикрыть фарфоровой крышкой или блюдцем для заваривания. По истечении 5 минут полученный напиток должен быть перемешан специальной дегустационной ложкой из нержавеющего металла или керамики для оседания частиц кофе на дно чашки. Для определения аромата и вкуса напитка, требующего специального заваривания, напиток готовят рекомендуемым способом. Органолептические показатели натурального жареного кофе это внешний вид, вкус, запах, аромат для растворимого еще важен цвет. При характеристике внешнего вида кофе натурального жареного зерна обращают внимание на однородность и распределение равномерности обжаривания зерен. Натуральный кофе молотый должен представлять собой порошок коричневого цвета с включением оболочек кофейных зерен. Вкус кофе оценивают только в экстракте после заваривания. Дегустатор для определения вкуса кофе пьют небольшими глотками и фиксирует первые вкусовые ощущения. Вкус кофе характеризуется такими терминами пустой, травянистый, вяжущий, горький, бархатный, винный, полный, приятный, нежный, острый. Вот для этого и существует классификация вкусов и ароматов, которые по последнему в круге данным оценивается и вкус кофе. Для этого используется и колесо аромата. Натуральный кофе определение внешнего вида осуществляет визуально при ярко насыщенном свете при люминецентном освещении части объединенных пробок продукта помещенной на лист белой бумаги ровным слоем. При определении внешнего вида определяют, обращают внимание на равномерность, цвет, состояние поверхности кофе в зернах, цвет и консистенцию молотого кофе. Аромат определяют в сухом продукте и экстракте, а вкус только в экстракте. При установлении аромата кофе выявляются такие посторонние, не свойственные кофе запахи. При добавлении к навеске растворимого кофе или кофейного зерен напитка воды сразу же определяют аромат напитка, слегка помешивая содержимое. Оценка аромата жареного кофе производится по истечении 5 минут, то есть по завершению заваривания. Следующим видом фальсификации кофе является частичная или полная замена натурального продукта пищевыми и непищевыми отходами, которые образуются после излечения из него наиболее ценных компонентов. Например, реализация кофе натурального без кофеина или введение искусственного кофеина, представляющего собой белые кристаллы. Однако такой кофе нельзя считать фальсифицированным, если на маркировке указано, что кофе без кофеина. Может быть, реализация спитого кофе, это отходы от общественного питания, который вторично был высушен и распасован. К информационной фальсификации относится подъемка сертификата качества таможенных документов, штрихового хода. Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы, которая позволяет выявить, каким способом изготовлены печатные документы, имеются ли подчистки, исправления в документах, в документе является ли штриховой ход на товаре поддельным и соответствует ли содержащая в нем информация заявленному товару или производителю. И его производителю, вернее. На этом слайде представлены вопросы для самоподготовки. И на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok